А ветер куда идет? Видят они нас, видят, видят. Ну все. Так, Володя. Здесь надо с этой стороны поставить. Слушай, Володя. Вот сюда поставить. А я пройду или я утону там в мокрой? Вот прямо на них не пройдешь? Не пройдешь. А вот мне вот пусты, вот так вот сейчас и пойдешь. Кто-то с той стороны опустится. А проще вот так выйти на храмы. Это от храма и полуострова. Там пруд у вас же, да? Да. Ладно, все брату. С Богом. Значит в пол седьмого у тебя или пораньше? Игнатик, у тебя в пол седьмого или пораньше? Пораньше маленький. 20 минут? Да, потому что мне потом надо уже уходить. Мы потихонечку пройдем. Говори. Выйдем и пойдем. Ну где в лагере, кричим вам. Вот Сергей пришел к нам. Смотрите на лагерь. Ну видно же вас, видно, а вы не видите. И что, вы скрипули что ли? Олени. Ну давай, смотри, у нас видно. Сергей, покачайся так. Да дуракане валяются. Это было так, когда Саул был на... Утиховато. Голос говорит, слышим, а не видим. Это люди, которые были с Саулом, они голос слышали. Да в книге деяний. Да. А какой голос тут теперь? Голос, что Павел разговаривал, а того голос они не слышали. Да, да, да. Павел с кем разговаривает? Они никого не видели. А в одном месте говорит, видели, а не слышали. А что они видели? Видите, как он упал. А когда Саул, Саул, что ты гонишь у меня? Да. Об этом речь? Да, да, да. Что у тебя за... Там и гади, их же не с числа, животное малое с великими. Знаешь, это Мартиниан с одним стоят там, а ты со все другом. И говорит, у меня опасность какая. Без хлеба остались, амбары пусть есть. Сейчас не знаю где доставать. Он так. Укажите, у тебя пшенищинка. Достал, Мартиниан отдал. А то иди, говорит, туда. Монах. Монах туда бросил. Поговорили, говорит. Он пошел, не мог дверь открыть пшенищинка. Он говорит, ползай. Он говорит, это Богу славу за тебя. Это тебя открою. Бородя нашел. Это из жителей святых. Да. Они любили, говорит, шутку. А то за силу, говорит, выдумывать. Ничего не сделаешь. Все. А здесь что раньше было? Здесь как раз еще колхоз был. Здесь были телята. Это 50-е годы, наверное, да? Да. При Хрущеве же все это, политика это была, это сатанинская. Это 60-е, 70-е уже были. А 50-е. Укропнение сел, да? Да, да. И сколько десятков они тысяч уничтожили деревень? 21 тысячу. Это статистика официальная. Статистика. Но сейчас устаревшая. 10 тысяч дышат наладом. Все. Это специальная была политика уничтожения государства. Тут есть у нас депутат Нина Данилова от КПРФ. Она говорит, потеря территории, это не потеря только территории. Здесь будут жить другие люди. Ну и понятно, что Китай там уже за 20 миллионов заваливает. И с юга подпирают. А что? А китайцев-то как раз в 10 раз больше, чем у нас. В 10 раз. Да, больше даже. Почему 20 миллионов-то вы сказали? А? Вы сказали 20 миллионов. Почему 20-то миллионов? Чего? Ну китайцев в перевале-то вы сказали. А они уже у нас уже живут 20? Которые сюда пришли. А, сюда пришли? Не миллиарды. Их около 2 миллиардов. Которые на востоке. Они уже хабаровскими считают. Мы ездили, видели эту дорогу. Это для мигрантов, которые будут селиться. Русским там делать нечего. Они уже сейчас там постоянно леса вырубают. Они сейчас гонят составы хлеба этого леса. Все туда гонят. Уже лесных жаб не осталось. Все пожрали. И они когда... Капуста вот такая растет. Но уже через 2 года земля как пыль делает. Все правильно. Они истощают ее. Это не их земля. Это варужевское отношение. Там из понятных. Ну все, мы начинаем дальше. Пошли.